Вот буквально сегодня утром только, мы вышли из загружения на 5 снях, трое суток. Нас хотели поймать милиционеры Кировского РУВД. Им это не удалось, они вызвали подкрепление, 300 ОМОНовцев, два вертолета. Но ничего им не удалось, мы их обвели вокруг пальца, как маленьких детей. Десять раз проходили мимо них, все посты их не срисовали. Их не собаки ничего не могли вынюхать, потому что они шли по речке, все как надо. Проползали в 10 метрах от них, и в итоге вот мы сейчас здесь долтались, поели, поспали, помылись, все нормально. Все в хорошем состоянии, бодрячком держимся. Но это смешно, мы можем вам сказать, потому что вы не можете поймать. Вот сегодня только нам рассказали, что поступила такая информация. Вот мы ушли из окружения, а вы говорите, что мы, плюс к нашим тем действиям, которые мы совершили, вы говорите, что мы кого-то изнасиловали, чтобы отвернуть от нас народ, чтобы смуты посеять. Это же подло, это же ваши методы. Так никто не воюет. Вы 300 человек против шестерых пацанов не могли нас сломить, поймать. И вы хотите сейчас морально как-то нас защемить, говоря то, что мы кого-то изнасиловали. Но все нас хорошо знают, и никто в этот бред не поверит. Так что, я не знаю, эти подлые методы, они вам вылезут со спины. У нас изнасилование нас не интересует, нас интересует только нападение на власть и на ее представителей. Юсиковская банда, сколько мы с ними не имели дел, постоянно они показывают свою бесталантность, несостоятельность. Это глупые, ограниченные люди. Вот лежит удостоверение одного. Он был зарезан, будучи дежурным в отделе. В ихнем отделе не нашлось ничего интересного. Столько водка у них там в сейфах. И все это показывает в очередной раз, что их интересы очень узкие и ограниченные. Он был зарезан ножом, двумя ножами. Также мы обстреляли патруль в Яковлевском районе, ДПС. Там был ранен один легалый. Также мы сожгли отдел в селе Варполомеевка и разграбили его. И убили в городе офицера ППС. И ранили его напарника. Отобрали пистолет у него. Остреляли его с ПТ. Офицер был застрелен в затылок. И перед этим был избит. На левом помощь. И да. Звал на помощь. Кричал, помогите. Это смешно. А во, вы даже не можете защитить себя, как вы хотите защитить народ. Вы кричите и помогите, когда по вам стреляют. Это ваша бездарность вообще, безвыходность. Вы только можете, что пьяных людей там в отделе пытать или наркоманов каких-то. Запугивать. Вот ваши методы. Запугивать только людей. И все. Ваши подлые методы, такие, как давить на родственников, все такое. Вот, поверьте, мы такое никогда не использовали, потому что мы честные люди. А вы отребе. Поэтому мы будем с вами воевать до последнего. Пока вы нас не убьете. Или пока мы не победим. Ну, скорее всего, вы нас убьете. Мы вас не боимся. Мы не боимся вас. Знаете это. Если это видео до вас дойдет, то мы уже будем мертвы, наверное. Да. Представляете с героями, а нам вы напоминаете шайку безродных, блядь, не знаю, дикари каких-то, нахуй. Стоите, где на мостах, мы возле вас ходим, блядь, клюем в вашу сторону. Вы ничего не слышите, ничего не видите у вас под носом. Малолетки вас обводят вокруг пальца. А вы чувствуете себя героями, нарядились там автоматы, похватали. Как елки на логой. И народ будет на нашей стороне по-любому. Потому что победил на нашей стороне. Мы уже победили. Мы победили в себе страх и трусость, которую вы никогда не сможете победить. Да, если бы у нас было такое оружие, как у вас. И 500 человек подготовленных. Мы бы сломили бы. Господи, прости. Вы бы ничего не смогли сделать. Всей своей армией, вся ваша империя могучая была бы бессильна. Шесть пацанов по 20 лет вам войну объявили. Вы тут вертолетов понасывали, тут ОМОНовцы. И это даже не помогло. Это даже не помогло. Собаки даже не могут наш след взять. У нас как такового и оружия нет, чтобы с вами воевать. Но все равно мы вас не боимся и будем воевать с вами. Нарезные, только пистолеты и автоматы. Все укуплено за свои деньги, кроме заработки, как говорится. Да. И это не какое-то спонтанное происшествие, что нас вынудили вас пострелять или что там. Ну, какая-то ситуация. Нет, это мы целенаправленно и спланированно делали, чтобы конкретно убить вас, бандитов. Вы самые настоящие бандиты, по-другому вас не назовешь. Вы сами крышуете. Наркобизнес, проституцию. Ну, кучу всего. Лес воруете. Это все знают прекрасно люди. И все вас боятся, потому что у вас есть полномочия все, чтобы этим заниматься. Вы можете как-то отмазаться, еще уйти от ответственности. Вы знаете все законы свои, вот эти алчные. И как бы народ боится вас. Но знайте, что еще остались такие люди, которые вас не боятся и которые будут по вам стрелять, по вашим кокардам. И вы будете жрать свои погоны, когда мы будем запихивать вам в пасти дохлые. Понятно? Нет. Все, что вы можете терроризировать свой народ беззащитный и безропотный, который привык к унижению. И ваша могучая, так называемая, империя, Российская Федерация, стоит целиком на алкоголизме, страхе и трусости. Однажды она рухнет, и вы вместе с ней в бездну свалитесь. И вы можете обманывать этих расковединов, которые рабской сущностью не могут разгадать вашу ложь. Вы не обманете Всевышнего, потому что он видит все. И ответ будет каждый держать. На ответ вы понесете за ваши действия злодеями. Когда-то настанет тот момент, когда не только шесть молодых парней, еще кто-то возьмет в руки оружие. Я думаю, найдутся такие мужчины, которые отомнятся, перестанут терпеть эти унижения, возьмут оружие, и будут делать это благое дело, чтобы для всего народа было лучше как бы жить. Не в себе, в карманах. Чтобы вы тоже когда-нибудь боялись. А то вы уже боитесь. Вы уже боитесь. Вы боитесь молодых парней? Поодевали бронежилеты, автоматы, каски. Против кого? У нас один автомат, а остальные гладкоствольное оружие. Как говорят? Это ж смешно. Вы ж обосранцы в натуре. Как так с вами воевать, а? Вы на себя посмотрите в древние. Нам смешно, мы смеемся. Вы не думаете, что мы вас боимся. Мы убегали там, от вас петляли, потому что мы вас боимся. Нет, мы чтобы сохранить свои жизни, чтобы дальше с вами продолжить войну. Потому что это бессмысленно было бы шестером против трехста ОМОНовцев выходить, наверное, и погибли. Мы не боимся, мы когда-нибудь выйдем, это случится, и будем умирать. Да, правильно. Сейчас пока есть возможность, мы будем вас убивать из-под тяжка, и мы не боимся этого слова, потому что ваши методы еще коварней. Еще коварней. Добавление на родственников, на близких, на друзей, всякие клевета, типа произносилования. Это намного коварней того, что мы будем стрелять в вас из кустов, взрывать ваши машины, в затылок вас убивать. Вы только этого заслужите, и поэтому оно так и будет. И вы не уйдете от этого. Каждый, кто служит в органах, в прокуратуре, или в подобных вот таких вот банформированиях, знайте, что... Оглядывайтесь почаще. Ну и то, это не спасет вас. Вы защищаете власть, которая против народа простого. Вы защищаете своих подчиненных, приближенных, которые помогают вам зарабатывать деньги, на которых вы богатеете. А для народа простого вы ничего не делаете, вы их грабите и убиваете, насилуете. Это угнетение своего народа. Садят в тюрьмы за копеечные суммы. Кто-то там украл что-то от безвыходности. Нет, безработица в стране, алкоголизм, блядство. Как человек не пойдет что-то воровать, кого-то грабить? А вы их всех садите, всех мужчин пересажали. Все молодежь, половина сидит в тюрьме. Вы бы задумались, почему он пошел своровал или еще что-то сделал. А потому что работы нет нормальной. ничего нет в этой стране. Он пошел и своровал. Высадите людей. Вы мусора. Вы самые настоящие бандиты. А всяких чиновников, которые воруют миллиардами, вы не можете посадить, потому что вы боитесь их. А простого человека вы не боитесь. Вы знаете, что вам дана власть, вас с законом что-то взял. Но нам на ваши законы вообще по боку. Глубоко. Мы признаем не федеральные законы, не местные. Мы отрицаем полностью всю Российскую Федерацию. И передаем привет всем, кто состоит в сопротивлении Северному Кавказу другим достойным, честным, благородным дубам. Мы свои автоматы пристреливаем по вашей конституции. И я не знаю. По вашим кокардам, но. По вашим кокардам мы бьем уже точно. Вы это видите, знаете. И боитесь нас. Или даже не пробуйте этого отрицать. А простому народу хотелось бы сказать только то, что откройте глаза, люди, посмотрите, что творится вокруг. Посмотрите, что делать. Потому что мы превратились. Бесчинство. Посмотрите на себя.